Добро пожаловать в наш канал! Примите Духа Святого! В День Пятидесятницы происходит нечто более интересающее, более зрелищное, но самым важным остается дар великого знамения Христовой Любви. Люди, не знающие друг друга, разделенные разными языками, начинают понимать, любить друг друга. Здесь подлинное знамение, силы Духа Святого, силы, которые действуют вначале внутри человека, которые научают его любить, как сокарет Христос. Единственный смысл в целой жизни человека – встреча со Христом, который говорит подобный Сирописарусский – стержание Святого Духа. Так приходит к нам Христос. Христос возвращается. Христос посреди нас. Он здесь. Если кто хочет встретить Христос, пусть начнет с Хреста. Пусть начнет с того, кто затворится от шума и суеты, чтобы найти воскресение и в мире. А затем пусть постарается обонять людей, которые обоним. Кто хочет встретить Хреста, узнавая тайну и святой Троицы. Кто хочет жить Его Духом, тот прав, тот доброго делом ждал. Но пусть Он начнет с поздравления себя, своих грехов, своих попадений, когда Он узнает, что Дух Святой хочет жить и действовать в том, что есть в самый глубокий человек, в сердце. Кто хочет встретить Хреста, услышавший Его Слово, возьмет Его Евангелие, размышляя о нем. О том, что говорят апостолы. И пусть читает и перечитывает без конца, не уставая. Слова, которые Господь на него ставит. Кто хочет встретить Хреста, кто хочет жить Его Духом, пусть молится Серковь, пусть затворит свою дверь и молится в тайну. Кто хочет встретить Хреста, пусть откроет глаза и посмотрит вокруг себя. Здесь, среди потихающих грехи отчаянных людей, Его собратья, которые ждут любви. То, что мы сделали, одному из праздников моих вечер, создаваемый мир, Христос, где Твое или Твое, собранное военемое, я посреди них. И если кто хочет встретить Хреста, пусть откроет свое сердце, свои глаза, свои души, пусть увидит глубинные события, происходящие сегодня в мире, и слушает, что Бог говорит через них. И Бог, Бог Святой, заполняет все. Есть знамя и мои, которые открывают, делает Бог Святого Духа. И то, что происходит сегодня, сходно с тем, что было вначале. Из этих знамений, по крайней мере, можно выиграть два. Первый – присутки маленьких. Разве случайно, что столько храмов и монастырей открылось в последние годы? И то, что девушки и юноши могут и сегодня отдавать свою жизнь в молитву, разве это не знамение? То, что, конечно, не случайно, возрастающее сопротивление мира, ведущего возле, открытию этих храмов дадут другое знание, а неслышанное о сквердении разрушенных храмов, которое уже ничем не может быть восстановлено только Богом. Грех, то, что разделяет людей, утверждается как можно, никогда еще не было такого разделения между людьми. Надо ли нам показывать пальцы на то, что происходит на грех? А тот святой призывает всех к соединению, которые могут быть только в правде и истине. Вентяр благовестия Христова, дыхание Божие, дыхание свободы, ибо где Дух Господень дам свободу, на весна дыхания жизни? Приняли ли мы этого святого себя? Способны ли мы свободно предаться этому ветру, как же мы их воспринимаем? И огонь пятидесятницы, огонь божественной силы, пламениющего в благодаренном мужестве, никогда не указает церковь. Бог знает, насколько мы нуждаемся сегодня в силе эмоций в этом направлении. Первые христиане говорили, ей грехи Господи и Иисусе, Марануфа, повторяя древние слова ожидания спасения. Но не в слове победоносного возвращения Христова в третьей реальность своего Господа. Для самых великих посреди них это было мученчество. Их недавние племена больше, чем продолжили в двенадцатом веке. Для других во многих простой определенной жизни. День святого страшного распада, который мы находимся сегодня. Мы первым поможем, как первым, как всех, кто шел впереди нас. Призвать лицемента на всякий день и на всякий час. Не гляди Господи Иисусе, Марануфа. И зная о благодати Духа Святого. Что Он отвечает нам, как вчера и как завтра. Все я с вами во все дни до скончания. Бог стал человеком, чтобы человек в полноте нам приобщился. Бог, Пресвятой Творец. От Своей Сына Госпитаном Богу. Ныне и блесна. И в один и веков. Аминь. Аминь. Атья. 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 Атья.